Мы сегодня вспоминали неоднократно листовки. Ваше мнение, кто это может быть, откуда они? Вы знаете, я даже по большому счету не хочу вникать. Я их не читал. Я начал, посмотрел, о чем идет речь, так по диагонали, и не хочу даже вникать, не хочу на этом заострять внимание. Понимаете, нормальные люди, если они будут писать, они должны подписаться или выйти сюда и рассказать свою точку зрения. А вот это с подтяжка, где-то на типографии какой-то, я не знаю, где домашний, распечатать и разнести людям по квартирам, это воспринимается людьми как негатив, огромный негатив. И я не видел, честно говорю, в городе, не видел ни одного человека, который бы положительно отнесся к такой листовке. Понимаете, это какой-то ум непостижимый, до чего люди дошли. Но сигнал этот, о чем он говорит? А это люди агитируют, это делается все для того, чтобы жители города Южное не проголосовали за объединение. Потому что они уже устали, наверное, бороться с жителями окружающих сел, и они понимают, что там есть какая-то проблема, что они не получают. Вот показывают нам в списке, да, что 90% жителей села Сочавки все хотят объединяться в городу Южное. Они поняли, наверное, что там бороться сложно, давай изнутри будем подрывать. И начали работать с нашими людьми, чтобы наши люди не дали добро на объединение. Но им это не удастся, поэтому я не хочу вникать, не хочу разбираться, кто это. Ну, нормальные люди такие листовки писать не будут. Ну, какие сложности могут в дальнейшем возникнуть? От листовок? Никаких. А вот заявленные территории, которые сегодня были, села... Вы понимаете, сегодня было выступление президента Порошенко Петр Алексеевича. И когда он выступал об изменениях в Конституции, не административной, а децентрализации власти. И потом он остановился на вопросах административно-территориальной реформы. И он сказал, надо сделать все, чтобы это не превратилось в компанейщину. Чтобы это не было из-под палки, чтобы не влияли на это админресурсам. Я с ним абсолютно в этом согласен. Люди должны определиться. Понимаете, хотят объединяться, пожалуйста. Это уже, как сегодня зачитывалось здесь и рассказывалось о том, что это история. Как создавался город, как хотели еще в 92-м году объединяться. Я думаю, что такое желание у людей осталось и до сегодня, до сегодняшнего дня. Поэтому будет желание объединяться? Будем объединяться. Не будет желания объединяться? Не будем объединяться. Но у нас есть еще варианты, которые я сказал, что можно работать на договорных началах. Будут, если села, Сычавка в частности, считает, что они самодостаточное село, и в них достаточно бюджета, чтобы развиваться, хотя бы наполовину, так как Южный, пусть развивается. Если хотят объединяться с нами, будут объединяться. Хотят работать с нами на договорных началах, давайте работаем на договорных началах. Использовать вместе дорогу, которая идет на кладбище, вместе ремонтировать. Дорогу, допустим, определяться на договорных началах автобусом, что мы давали автобус, который будет, ну, скажем, людей возить в город Южный, потому что там 50%, как я сказал, работоспособного населения работает в городе Южном. Хотят в поликлинику идти, пожалуйста, с бюджета платите. Пожалуйста, и на бесплатной основе. В больнице лечиться тоже на такой же основе. Дети учатся. Пожалуйста, я понимаю, дети учатся за счет государственного бюджета. Но мы же датируем наши школы, да? Вот ту разницу в дотации давайте поделим на всех детей. 181 ребенок с других сел. Давайте поделим каждому. И тогда вот ту разницу, которую мы датируем на ребенка, мы же дали своего бюджета. Пусть те села тоже своего бюджета дадут на своих же детей, которые учатся в городе Южном и так дальше. Поэтому здесь все на добровольческих началах. Продолжение следует. Угу.